Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим об ошибках Xbox One, которые не должны быть у Xbox серии X. Сначала начнем с истоков, а потом сформируем то, что должно быть у консоли Xbox серии X. Вернее, не должно быть. Ролик получился интересным, поэтому смотрите до конца. Как всегда, перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо. И давайте начнем. Вообще, идея видоса появилась после слов Фила Спенсера. На интервью Game Informer он сказал следующее. В течение текущего поколения мы активно развивали и улучшали консоль, слушая наших фанатов и новых игроков. Они говорили, что нам необходимо развивать. Мне нравится тот факт, что теперь мы работаем над абсолютно новой консолью, которая является чем-то уникальным. Многие люди из нашей команды Xbox присоединились к ней, когда Xbox One уже вышел, то есть унаследовал ошибки предшественников. Xbox серия X – первое поколение консолей, над которой мы работаем с самого начала. Я считаю, что проект выглядит перспективно и мы не допустим ошибок, которые совершали наши предшественники. Те, кто только-только знакомятся с консолью и те, кто не знакомы со стартом Xbox One, по сути мало понимают, о чем идет речь. Но сейчас я объясню и перечислю те самые проблемы Xbox One, которые не должны быть в новом поколении. Если, конечно, Фил что-то не проглядел. Вообще, Xbox One вышел в далеком 2013 году и стартнул он крайне плохо. И все это не только из-за плохой презентации в 2013 году, где по большему счету многим запомнилось лишь TV, 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 ну и пожалуй TV. Что вообще на презентации было не так. Дело в том, что большее количество времени команда Xbox уделила именно функциям консоли, а не играм. Многозадачность, легендарная функция Snap, которая позволяла смотреть и играть одновременно. Кстати, как по мне, очень клевая функция была. Но также уделили вниманию Кинекту. О чем они только думали, я на самом деле без понятия, ведь на мою память они даже скайпу больше времени уделили, нежели играм. Несмотря на проделанную работу, на анализ и на помощь геймеров, так как со слов команды Xbox перед презентацией, они сделали консоль от геймеров к геймерам. Они все-таки прогадали. Игрокам со всего мира было по сути пофиг на все эти функции и все ждали показа именно новых игр, которых было не так много. И все из-за этого посчитали, что это не игровая приставка, а просто какой-то медиа-центр. Масла в огонь подлил еще тот самый Кинект, который по начальной информации был частью Xbox One и просто не мог продаваться отдельно. Даже ходили слухи, что без Кинекта он просто не включится. Сам Кинект, он не был проблемой для игроков, проблема была в цене. В то время как PlayStation 4 стоила 400 баксов, Xbox One стоил все 500. Для тех, кто не сильно хотел тратиться, разница была колоссальной. На самом деле, я не понимаю, зачем они пошли на такой шанс. Да, был шанс больше заработать, но по сути игр на Кинект вышло немного, поэтому технология изначально стала ненужной. А все эти попытки связать Кинект с голосовым управлением и управлением через жесты, по большему счету, стали нафиг никому не нужны. Да, в итоге у Хуана все поменялось, Кинект продавался отдельно, цена была снижена, но это не особо спасало ситуацию. Так как масло в огонь подливало еще и производительность. Несмотря на то, что по сути две консоли седьмого поколения, а именно PlayStation 4 и Xbox One вышли не такими мощными, и в то же время почти одинаковыми, плойка все равно была чуть мощнее, и ее железо было проще для разработчиков, что позволяло намного проще оптимизировать игру. В то же время, Xbox One, грубо говоря, был в заднице, и многие игры, эксклюзивные, неэксклюзивные, шли в 720p. И все это прекрасно запомнили. О чем говорить, если и сейчас думать, что простая фатка все еще работает в 720p. Эта ошибка, пожалуй, была одна из важнейших, поскольку Хуан с Кинектом стоил дороже и при этом был слабее, ну, в плане производительности. Дашборд в начале тоже стал некой проблемой новой консоли, поскольку многие его не поняли, и он ужасно лагал. То, что он был непонятный, честно сказать, это придирка, поскольку лично я разобрался в нем сразу. Но то, что вот он лагал, это факт, и лагал он нормально так. Плойка, если честно, шустрее Хуана в меню даже сейчас. Еще одна проблема консоли крылась в ее дизайне. Да, несмотря на то, что это не такой уж и значимый фактор, первая версия имела глянцевую поверхность, которая, кстати, очень сильно корябается, даже если нет сильного воздействия. И сама по себе консоль была тяжелой и габаритной по сравнению со своим конкурентом. Также у Фатки был внешний блок питания, из-за которого очень многие подгорели. На самом деле это было в то же время и странное, и в то же время верное решение, так как у многих блок питания все-таки сгорал, и многим было проще его поменять, нежели менять сгоревшую консоль полностью. Вы думаете, на этом ошибки кончились? Не-е-е, идем дальше. Проблема Xbox One крылась еще в маркетинговой стратегии эксклюзивов. Эту историю, по-моему, знает абсолютно каждый. Изначально утвердилось, что будут игры, которые будут только для консолей Xbox. Типа там Rise, Dead Rising, но потом они просто вышли на ПК. Многие, в том числе Ян, в то время офигели от такого обмана, но сейчас уже все привыкли, и даже сама Sony идет на этот шаг, сливая некоторые эгозы в Epic Store. Пока я перечислил общие проблемы консолей, которые больше склонны к тому, что их не будет в новом поколении. Но есть еще те, которые связаны с нашим регионом, и те, которые не решены до сих пор. Первая из таких проблем – это геймпады. К форме, к удобству претензий нет вообще, но стики и бампера хотелось бы покачественнее, поскольку каждый пятый человек уже пару раз менял геймпады на новые из-за уходящего стика в какую-либо сторону и из-за отваливающегося бампера. Да, у майков клевая техподдержка, они заменят без каких-либо проблем, но если у тебя один геймпад, то в срок замены геймпадов ты будешь сидеть без контроллера. Но это на самом деле фиговенько. Другая проблема является одной из важнейших в нашем регионе – это поздний старт продаж. В то время, когда Xbox One вышел официально, в России он официально не продавался. Сначала дата стояла не такая уж и поздняя, но по факту эта консоль появилась у нас лишь через год. Я очень надеюсь, что в новом поколении такого не произойдет, и в список ошибок они это обязательно внесут. Поскольку в то время, пока Хуана не было, плойка без проблем продавалась. Если маки в этом поколении по количеству продаж хотят обойти конкурента, то нужно будет постараться и выпустить консоль одновременно во всем мире, как это было в случае с Xbox One X. Еще одна проблема, которая относится к нашему региону – это невозможность приобрести подписки через консоль. Да, многие хоть и ноят до сих пор об этом, но по факту никому не запрещают купить подписку, не выходя из дома, ну то есть онлайн, через официальных посредников по типу NVIDIA или Buki. Это не глобально и по сути связано с конвертацией валюты, которая тоже по сути является некой проблемой. Но по большему счету это в кавычках «проблема» перетекает в реальную проблему, а именно в невозможности купить подписку на один месяц официально. Да, если вы полазите по магазинам, то на территории РФ купить пас, год или аксесс на один месяц официально нельзя. Плюс за счет всего этого мы не получаем очень сочных скидок на подписки, по типу 1 бакс за месяц паса и голда, скучая по этим временам на самом деле. Еще в проблему можно записать отсутствие рекламы на нашей территории, но это уже по сути проблема не консоли, а маркетингового отдела. И пожалуй это все те проблемы, которые я вспомнил и которые были у Xbox One. Что же у нас получается, что не должно быть и что должно быть у Xbox Series X? Прежде всего у него должна быть хорошая производительность, которая действительно даст возможность запускать игры как минимум в 4К и 60 FPS без всяких урезаний. Кстати, на самом деле очень интересно узнать, будет ли в этом поколении Xbox мощнее конкурента или нет. Также должны быть высококачественные игры, да, уже известно, что они выйдут и на ПК, но консольные эксклюзивы по идее должны остаться. Тем более думаю, что купленные студии должны уже показать свои творения. Очень надеюсь на одиночные проекты, поскольку у Xbox One их было реально маловато. Консоль должна иметь внутренний блок питания и материал корпуса должен не корябаться, поскольку после горизонтального положения его нужно будет как-то ставить вертикально и в то же время не обращать внимания на сарапины. Обязательно в консоли должен быть удобный, интуитивный, а самое главное шустрый дашборд. Поскольку если и в этот раз мы будем смотреть на лаги и тормоза, это будет перебор. Отсутствие кинекта это уже и так понятно, но вспоминая недавние новости и патенты, может быть такой, что новый Xbox со временем обзаведется устройствами, которые дадут нам возможность потрогать виртуальные предметы и возможно шлем виртуальной реальности. Опять же это будет явно не скоро, так как Фил против этих устройств по причине их неготовности, но в будущем все возможно. Тем более по слухам у PlayStation 5 будет новый виртуальный шлем и майкам нужно будет составить конкуренцию. Ну а также новая консоль должна стоить не намного дороже конкурента, если даже она будет и мощнее, и должна выйти во всем мире одновременно. Вот кстати на последней я надеюсь больше всего, поскольку ждать Xbox в следующем году мне не особо хочется. Насчет нашего региона сказать сложно, но лично по моему мнению все останется на прежних местах. Microsoft Store все еще будет в долларах и наши магазины не будут продавать подписку на месяц, к сожалению. Опять же это лишь мое мнение, а как будет по факту никто не знает. По сути новую информацию о новом поколении осталось ждать не совсем долго. И подробности о той же PlayStation 5 мы можем увидеть уже 6-7 числа на выставке. Та самая выставка, на которой могут показать PlayStation 5 и рассказать о новых подробностях Xbox называется KS 2020, которая пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января. Кстати, Фил Спенсер тоже туда приедет, поэтому будем ждать новостей. Честно сказать я уже не могу ждать новых новостей, поскольку мне уже не терпится посмотреть на противостояние двух корпораций в новом поколении. Напишите в комментариях проблемы, которые не прозвучали в этом видео. И если вам понравился видос, то ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И пиши свое мнение по этому поводу. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok